Приветствую вас. Вопрос касается тревожности. Переехали полгода назад во вторичку. К сожалению, плохая звукоинсолация. Каждую ночь слышим топот со светки. Примерно до 4-5 утра мне приходится ждать, когда на ногу напопается, наковыряется в своих ящиках и, наконец-то, утихнет ненадолго. Не знаю, чем эта активность вызвана. Есть двое детей и один младенец, но их не слышно ночью практически. Только постоянно хозяйка ходит у нас по потолку. Есть ли какие-то методики, позволяющие уснуть при подобном ударном шуме? Мой шпит без проблем, мой сон очень чувствительный и могу спать только дома на своей кровати. Кровати в полной тишине. В гости не ешу, а если приходится, то всегда бессонница устала от ситуации. На данный момент беременна и очень тяжело без сна. Уже был нервный срыв, орала ночью так, что они сами услышали, но надолго не помогло. Да и хотелось бы решить проблему со своей стороны. Мой считает, что я придираюсь и не хочет подниматься и к соседям просить быть потише, так как ему не кажется шум недопустимый. Я одна боюсь, не знаю кто там и что там. Спасибо. Первое, что хочется сказать, это то, что есть уровень шума, допустимый после наступления ночного времени. Этот шум не может превышать определенное количество дБ. Если вы этот шум зафиксируете и отнесете, например, в полицию, то я думаю, что будет зафиксировано нарушение закона. И соответственно, как результат, если мы говорим о нарушении закона, к человеку будут применены меры. Именно с точки зрения закона. Это первое, на что хочется обратить ваше внимание. Второе, на что хочется обратить ваше внимание. Конечно, методики есть. Это, что называется, не проблема. Именно вот, как бы, ну, именно вот через методики, да, посредством методик, как-то уснуть. Другой вопрос, что это не решит вашу проблему. Это не решает вашу проблему. Это не решает проблему, ну, например, вашей, опять же, тревожности. Никак. Потому что вы, ну, вот то, что вы перечисляете, это выглядит, по крайней мере, выглядит куда более глобально, куда более серьезно, чем просто вот невозможность уснуть. Потому что у вас, как вы сами говорите, бессонница, у вас, как вы сами говорите, нет возможности спать где-то кроме своей кровати. Вам обязательно нужно спать в своей кровати. Вам обязательно нужно делать это в полной тишине. Иначе вы, собственно, не можете заснуть. И подобная чувствительность может быть, конечно, конечно, подобная чувствительность может быть связана с беременностью. Но лично я думаю, что дело здесь не в беременности, а в общей тревожности. И, соответственно, с этой тревожности нужно работать. Нужно найти истоки этой тревожности и непосредственно с ними повзаимодействовать. Вот. Это страх чего-то. Это невозможность, ваша невозможность реагировать на, условно говоря, какие-то вещи. Да? То есть вот. Что такое тревожность? Это, в первую очередь, запрет, как бы вот, ну, запрет, запрет самой себе. Да? Запрет на отреагирование каких-то вот, ну, так скажем, важных дит... Ну, запрет на отреагирование каких-то важных вещей. Я бы так, я бы так сказал. Вот. И, соответственно, соответственно, на эту тему нужно вам обратить самое пристальное свое внимание. Да? То есть вы видите ситуацию достаточно поверхностную. Что вы хотите сделать? Вы хотите просто избежать того, что с вами происходит. Что вы хотите сделать? Вы хотите просто перестать, ну, вот, что называется, да, чувствовать какие-то вещи. При этом нужно понимать, что проблема не уйдет у вас. При этом нужно понимать, что проблематика ваша останется. При этом нужно понимать, что никуда не денется ваш внутренний конфликт и, например, страх, который у вас, ну вот, как бы, присутствует. Так что, я бы сказал, что работать необходимо именно вот в этих направлениях вам. В первую очередь, и уже дальше, уже дальше, можно будет смотреть, как вам помочь. Уже дальше можно будет смотреть, что можно с этой ситуацией, в принципе, ну, сделать. Да? Вот. И тогда вам можно будет помочь. Это такое вот планомерное, последовательное решение трудностей, которые у вас имеют место в этом. И дело здесь не в том, что вы не можете уснуть, а дело здесь в том, что у вас есть некоторые глобальные такие вот сложности. В том числе, в том числе, в том числе, и сложности, как мне кажется, во взаимоотношениях с мужем. Да, потому что вот, ну, так вот получается, что муж не ведет себя так, как, ну, может быть, вам хочется, так, как, может быть, вы считаете, он вот должен себя вести. Если муж так не ведет себя так, то, как вы считаете, это говорит о том, что взаимодействие у вас с ним нарушено. То есть это может быть также достаточно серьезной проблемой для вас. Поэтому я и предлагаю вам поработать над вот этими, ну, как бы, вещами. Да? Я предлагаю вам поработать над тем, что только что озвучил. Потому что это важно. Вы же обратите внимание, просто хотите найти некоторый вот способ, который решит ваши проблемы. Ну, способ этот, каким бы он ни был, да, проблемы не решит. Хотите вы этого или не хотите, не решит. Потому что на данный момент вы двигаетесь немножечко не в том направлении, к сожалению. Я бы, наверное, вот такой ответ вам здесь постарался бы предоставить. Ну, просто потому, что хочется вас направить немножечко в другое русло. Вот. Так что здесь не все так однозначно. Вы вроде бы и говорите с одной стороны, что хотели бы решить проблему со своей стороны. И вроде бы это решение такое, достаточно, ну, достаточно зрелое. Вроде бы. Но с другой стороны, вы хотите решить эту проблему максимально, что называется, ну, максимально невнимательно к, ну, к себе, максимально невнимательно к самому себе, к своим эмоциям, вот, к своим чувствам, вот, и так далее. Ну, как мне кажется, что это путь, который, ну, ни к чему хорошему не приведет вас. Вот. На мой, на мой, по крайней мере, взгляд. Поэтому давайте как-то постараемся все-таки смотреть немножечко более шире на проблематику, да? Постараемся смотреть немножечко более шире на то, что вы описываете, вот, и постараемся подойти к проблеме максимально со всех сторон. Ну, я не думаю, что это так уж особо сложно. Ну, вот, для вас я не думаю, что это так вот особо трудно для вас. Ну, конечно, это потребует определенных, определенных усилий, это потребует определенного времени, вот, но результатом будет являться ваше, ваше существенное улучшение качества жизни. Которое сейчас, ну, как вы сами, я надеюсь, понимаете, не оставляя, не отличается таковым, да? То есть, если вы понимаете, что ваше качество жизни, оно находится вот на таком довольно низком уровне, вот. Это, конечно, большая проблема. И решить эту проблему можно и нужно, можно и нужно решать данную проблематику. Но можно и нужно это делать с умом, а не так, как вы предлагаете сейчас, просто через какие-то методики. Не работает это, хотите вы или нет, так. Вот. Такой ответ, я думаю, вам можно. Да. На этом все, пожалуй, что я хотел бы сказать. На этом все, на что я сейчас хотел бы обратить вам ваше внимание. На мой взгляд, этого достаточно, чтобы вы получили для себя, ну, какое-то вот представление о том, как вам нужно действовать. Да? Вот. Обращайтесь к психологу, обращайтесь за помощью, консультируйтесь. И, я думаю, что результат не заставит себя ждать. Удачи вам, всего самого доброго. Буду благодарен вам за обратную связь. По моему ответу, это позволит вам начать работу над собой. Удачи!